Всем привет! Доброе утро! Привет! Мы в Париже. Да, сейчас мы вам рассказываем то, что вчера Катя вечером хотела рассказать, но уже после все спали и мы не хотели кричать. Джордана мама легла спать, потому что она была в отпуске на Таити. Да, кстати, Таити это французская территория, вы знали? Да, и туда лететь 22 часа, во-первых, а во-вторых, там время на 12 часов раньше или позже, в общем, 12 часов разница с французской, поэтому мы вчера приехали домой с Джорданом, Джордан нас встретил в аэропорту, и Джордана мама была просто уже, да, очень уставшая, поэтому мы быстренько попрощались, мне рассказывали, что вчера вот Париж, он просто создан для нас с Катей, потому что вчера по какой-то причине, даже Джордан не смог ей объяснить, он такой первый раз видит, поезд, который идет с аэропорта сюда, к нему, к нему в район, он был бесплатный. Да, там абсолютно, мы пытались найти билетики, начали, там, в общем, такие автоматы, мы начали по ним ходить, они все не работают, и все туристы за нами ходят, и все не могут понять, где купить билет, Джордан не мог понять, где купить билет. Да, Джордан говорит, я не знаю, что это такое, потом мы пошли уже на станцию заходить в этот вагон, садится поезд, вот, мы смотрим, турникеты открыты, он говорит, ну, значит, они сегодня уже нормально заработали и решили, зачем нам деньги еще, все, хватит, и открыли все турникеты. Да, крутяк, очень повезло. Да, так что мы бесплатно вчера добрались с аэропорта до дома, вот, и еще с этим багажом. Смотрите, здесь все зеленое. Да, кстати, да, здесь такая прекрасная погода, сейчас 20 градусов тепла, и мы гуляем, наконец-то мы можем одеться, что мы хотим, вот, было круто. Короче, сегодня круто. На улице настолько круто, что мы будем идти 6 километров до центра пешком. Да, мы решили, зачем нам сидеть на автобусе, если мы можем прогуляться по Парижу, при том, по таким уличкам, которым не каждый турист может прогуляться. Да, кстати, в этот раз Джордан обещал нас поводить по нетуристическим местам, а по таким чисто парижским французским кварталам, вот, показать нам реальную жизнь нетуристическую, да, поэтому мы так, в принципе, и хотели, потому что в тот раз мы посетили все топовые места, а в этот раз будет такой суровый Париж. Да. Мы зашли в парк Максимбург, вот, сегодня суббота, еще как бы, ну, можно сказать, что еще утро, и здесь так много местных, играет оркестр живую музыку, такую французскую, в общем, очень классное место и очень классная атмосфера. Посмотрите, они просто сидят, дедушки, бабушки, и просто наслаждаются жизнью, вот. Красиво. И с этого места, если присмотреться, то можно видеть Эйфелевую башню, вот она. Здесь, кстати, можно взять на прокат кораблик, здесь кораблики с разными флагами, и даже украинские есть. Стоит 3.50 прокат. 3.50, правда? 3.50. Мы сейчас продолжаем нашу прогулку. Мы сейчас в центре, и тут нереально узкие улочки. Тут люди вообще меня сейчас будут обходить и матьюхать за то, что я тут перегородила все. Ну, тут максимум два человека влезли. И то. КОНЕЦ КОНЕЦ Мы тут кушать собрались. как всегда на природе, вот. И мы тут такие не одни, тут много таких. Мы купили себе в супермаркете, я купила себе салат, Дима взял себе в рапы. И мы еще купили малинки. Она стоила просто евро пятьдесят, поэтому мы решили. В общем, вот этот весь наш обед нам обошелся в семь евро. Мы сейчас зашли в Lafayette, торговый центр в Париже. Потому что здесь работает Джордан, и нам нужно его забрать с работы. Вот, и мы потом будем вместе гулять. Здесь такой хаос творится, здесь столько людей. Вообще. Здесь просто невозможно решать с Папаио. А наверху галереи есть панорама. Красивая. Мы встретили Джордана с работы, и он сказал, что сегодня... И он сказал, что сегодня приготовить там что-то азиатское. И мы зашли в азиатский, вернее, в китайский супермаркет. И здесь пичер всего. Просто миллиард всего. Ждем покажу. Если это макароны, то они, естественно, рисовые. И вот это, это бобы-васаби. Смотри, это... Что? Бин-бин-паста. Как это назвать? Бобовая паста. Здесь миллиард видов ноудлс и рисовой лапши. И, например, такая пачка стоит евро 45. Куча-куча соуса. Я не знаю, что это. И я не знаю. Смотрите, сколько всякого непонятного. Какие-то... Это какие-то соки, представляете? Офигеть. Вот еще сок из вот этих вот штук. Такая вот водичка. Сок лечи. Мы такой взяли один. Кстати, здесь очень дешево. Вообще нетипично дешево для Парижа. И вообще вот даже дешевле, чем в Риге, чем в Барселоне. Класс. Смотри, что мы нашли. Тут желтый. Мелон. Мелон, да. Дыня. Дыня. Желтая дыня, смотри. Сейчас я возьму. Да. Спитетика. Ядовитая штука. Это что-то сладкое. Я вообще без понятия, что это. Но оно вообще... Я... Покажи название. Здесь таких штук миллион. Это соевое пирожное с кремом. Вот это со вкусом зеленого чая. А еще мы взяли такие штуки. Это с этим... Они просто дорогие, мы поэтому их не возьмем. Но мы взяли вот это, похоже на мыло. Это рисовый пирожок. Рисовый пирожок. Я не знаю, что внутри. Я только морковь и знал. Больше ничего не узнал. Там говядина. Может быть. Но он вкусный. Я уже не удержалась и попробовала этот сок. Очень, кстати, прикольный. Он со вкусом лечи. Лечи. Лечи, лечи, лечи. Такие фрутики. Лечи это молоко на испанское. Да, да, лечи. А с вьетнамским сэндвичем вообще класс. А Диме очень понравился вьетнамский сэндвич, да? Очень, очень-очень. Я сейчас буду кушать это мыло, которое мы купили в китайском супермаркете. Честно, такое чувствуешь, что реально я мыло. Невкусно? Оно безвкусно. Безвкусно? Оно какое-то странное. Вот правда как мыло. А что это такое? Это рисовый пирожок, пирожное. Рисовое пирожное. Оно со вкусом лайма. Но мне это напоминает средства для мытья посуды или мыло, или... Ты ела средства для мытья посуды? Бывало дело. В общем, на этом наши китайские эксперименты закончились. Мы вам обязательно покажем завтра, что мы еще купили и будем пробовать. Да, потому что там у нас еще кое-что есть. Вот, а Катя сейчас сидит, она делает заставку парижскую. Вы уже, наверное, ее видели. Вот. И мы будем ложиться спать. Надеемся, вам понравилось наш Париж. Вот. Мы сегодня даже не ходили к кайферевой башне. Вот. Мы сегодня просто старались гулять просто по Парижу, куда глаза глядели, туда и шли. Так что вот так, да. Завтра я иду на футбол. Завтра Париж играет с... Я забыл, как команда называется. Гюнгам. В общем, какая-то там команда. Джордан купил билеты уже, да. И я буду завтра смотреть футбол на Содионе. Да. Так что всем до завтра. Спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok